Издательство «Эксмо». Олег Рой. Три судьбы. «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся, и нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать». Фёдор Тютчев. Он вдруг подумал, что Седов — это вовсе не беспомощный никчёмный неудачник, так же какой-то знаменитый корабль назывался, ледокол, кажется. А значит, и человек был не из последних уж точно, раз в его честь корабль назвали. Он найдёт её, непременно найдёт, иначе и быть не может, только бы отыскать, только бы вдохнуть ещё раз этот неуловимый, неопределимый запах, догнать, прижать, взглянуть в прозрачную серо-зелёную воду её глаз и смотреть, 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 пока дыхание не иссякнет. Часть первая. «Ты помнишь ли при вашей встрече, при первой встрече роковой, её волшебный взор и речи, и смех младенчески живой?» Фёдор Тютчев. «Погубят тебя девицы», — поджав тонкие суровые губы, цедила мать. «Все твои беды от них». Хотя какие там беды? Единственное, что действительно портило жизнь, так это и имя, которым она его наградила. «Валентин». Тьфу, пухлая, аморфная, абсолютно бабская. Нет бы назвать сына Кириллом или попросту Ваней, да хоть Мефодием, или Тарасом, как отец хотел, в честь своего деда, лихого красного конника из армии Будённого. Но мать считала, что Тарас Григорьевич напрямую ассоциируется с Шевченко, а рядом с фамилией Гест звучит странно. И настояла на имени Валентин. В честь, подумать только, Валентины Терешковой, которая, к слову, совершила свой великий подвиг задолго до рождения Валентина. «Великий подвиг», — так говорила мать. И ещё. Её пример — неоспоримое свидетельство абсолютного превосходства советского строя над любым другим. Настрой Валентину было по малолетству глубоко плевать, а вот имечка доставала изрядно. Безжалостные пацаны, сперва во дворе, потом в школе, дразнили его Валькой-лялькой и, конечно, тётей Валей. Была такая ведущая в малышовой телевизионной передаче. «Спокойной ночи, девочки и мальчики», — издевательски пищал то один, то другой, передразнивая прилагавшихся к телевизионной тёте Вале кукол. На этом фоне придуманный кем-то «Валёнок» звучал вполне приемлемо. Хотя тоже обидно. Валентин даже мечтал, что, когда вырастет, непременно поменяет ненавистное имечко. Школьная библиотекарша сказала, что это можно сделать в 16 лет, когда придёт пора получать паспорт. Но к старшим классам дразнилки иссякли, и вообще всё как-то устаканилось. Так он и остался при Валентине. Не хотелось с матерью лишний раз скандалить. Ясно было, что конфликт выйдет очень и очень долгоиграющим. Смена имени станет ещё одной темой для бесконечных нотаций. Мать очень старалась вырастить достойного члена общества. И самым действенным методом считала вдумчивые подробные разъяснения того, что такое хорошо и что такое плохо. Других пацанов наказывали, лишали прогулок и прочих радостей существования, некоторых даже и ремнём прикладывали, но мать подобные методы считала недопустимыми. Зачем ещё дана человеку речь? Как не для объяснений? Поводом для очередной лекции могло быть что угодно. Брошенные посреди прихожей ботинки или, боже упаси, двойка по истории. Ты же понимаешь, — проникновенно вещала она, — что о ботинке кто-то мог споткнуться, а главный окружающий беспорядок влечёт за собой и беспорядок внутренний, поэтому будь добр, сделай всё как положено. Плохие же оценки? Четвёрка была терпимой, всё, что ниже, недостойным. Влекли за собой проверки. Приходилось долго и муторно пересказывать всё заданное на завтра, мать слушала терпеливо и внимательно, иногда задавая уточняющие вопросы, а в финале тепло улыбалась. Видишь, и самому приятно, когда готов, и не придётся чувствовать себя тупицей. Поэтому в школе у Валентина проблем не было, и ботинки он перестал разбрасывать лет с восьми. Хуже, что лекции о «хорошо» и «плохо» вообще не требовали повода. Это называлось «поговорить по душам». Отец никогда не пытался ничего такого, а она постоянно. Со стороны это, наверное, выглядело идеальным семейным вечером. Тёплая кухня, вкусный свежий чай, мать и сын подле безукоризненно чистого стола. Иногда бывало даже интересно, когда она принималась рассказывать о героических подвигах людей на благо общества. Особенно если речь шла не о военных подвигах, чего про них рассказывать, и так всё ясно, а, к примеру, о научных. О врачах, испытывавших на себе всё подряд. О Менделееве, увидевшем свою знаменитую таблицу во сне. «Но ты же понимаешь», — мать качала головой, что перед тем он двадцать лет упорно и сосредоточенно думал о способах классификации химических элементов. Сам по себе даже сон никому не приснится. Сперва упорная работа, и только потом удача. Валентин понимал, но всё равно с интересом слушал. Хотя чаще темы разговоров были глупыми. Например, про девиц. Слово было грубоватое, для матери совершенно не характерное, но, похоже, она всерьёз опасалась, что возрастные гормональные бури отвлекут сына от достойного пути. Смешно. Нет, он не был, конечно, монахом. Девочки, девушки, женщины ему нравились. Очень даже нравились. Но делать их центром жизни? Глупо и даже скучно. Или, как некоторые из приятелей, рисовать звёздочки на спинке кровати, да ещё и кичиться их количеством, вроде охотника из сказочного фильма. А хотите убить сотого медведя? Медведя сотого? Заманчиво. Охотнички. Если ты занимаешься этим для удовольствия, а для чего ещё, то за каким веником подсчитывать подходы к снаряду? А если тебе нужен подсчёт, то какое тогда удовольствие? Чем это отличается от тягания, к примеру, штанги? Так что девиц у Валентина было не сказать, чтобы много, не о чем беспокоиться. Но мать, разумеется, знала лучше. Она всегда всё знала лучше. Если бы она действительно знала. С удовольствием его познакомила Танька Шалава с соседней улицы. Не то чтобы она считалась совсем уж гулящей, но заполучить её оказалось нетрудно. Ей было тогда лет девятнадцать, что ли. Ему тринадцать. Впечатления торопливого процесса в подвальном закутке остались сложные. Приятно, спору нет, но было бы из-за чего огород городить. Почти как в пошлом анекдоте про слабое подобие левой руки. Хотя анекдот, конечно, преувеличивал. С живой женщиной было куда вкуснее, сочнее и насыщеннее, чем тихо сам с собою. Даже с Танькой Шалавой. Ну и плевать, что её только лениво не поимел. Она была симпатична и держала себя в чистоте. Таньки, заниматься этим без презерватива, отказывалась наотрез. И пахло от неё приятно. Впрочем, приятно пахло от многих. Хотя некоторые, это было особенно заметно в летних автобусах, норовили вылить на себя чуть не ведро духов. Лучше всего пахли те, кто духами, или чем там ещё они поливаются, вовсе не пользовались. Запах чистого, пусть даже слегка вспотевшего тела, у каждой разный, вот чудеса. Будоражил куда сильнее любой парфюмерии. Красивых было меньше, но тоже хватало. А с некоторыми даже удавалось поговорить. Лёля была лучше всех. Тонкая, лёгкая, золотистая, как пробившийся сквозь листву первый утренний солнечный зайчик. И запах у неё был такой же. Лёгкий, прозрачный, свежий, как разнотравный лук ранним утром, когда солнце не успело ещё разогреть, насытить воздух тяжёлой вязкой духотой. Когда слышно ещё, как на границе луга и леса звенит легонько почти невидимый в тени родник. И тянется к нему, как будто крадучись, ещё одна струна запаха, странная, дикая, пряная. Словно не солнечный зайчик пробежал, словно тигр приходил к водопою. Хотя какие могут быть тигры в наших-то лугах или даже лесах? Но запах, запах был. И неуместная эта нотка особенно будоражила. Он погладил узкие золотистые планки. Дверь была наборная, такая же, как в их с матерью и отцом квартире. Только в их подъезде пахло обыкновенно пылью или влажным камнем, смотря по тому, когда делали уборку, борщом или тушёной капустой, да ещё тяжёлым цветочным амбре. Соседка сверху предпочитала густые, чуть не вязкие духи. После её шествия по лестнице в подъезде долго-долго висела тяжёлая, как будто липкая туча. А возле Лёлиной двери парило невидимое, но ощутимое облачко, лёгкое, свежее, острое. Недолго, через минуту-две развеется, однако уходить всё равно было жалко. Словно Лёля ещё тут. Он представил, как там, внутри квартиры, и она, балансируя то на одной ноге, то на другой, сбрасывает туфли, морщится, растирает усталые от каблуков ступни. Он говорил, что лучше ботинки. Апрель, не июнь. Вечером холодно, но она уперлась. Как ты не понимаешь? Это же Мариинка. Смешная Лёлька. Ну, премьера, ну и что? В антракте на променаде-фойе через одного тренировочные или очень на них похожие штаны и кожаные куртки, бордовые пиджаки и сверкающие лаком ботинки. Довершали в великолепие тяжёлые золотые цепи и почти такие же массивные серьги и ожерелья у дам. А ведь совсем, кажется, недавно визит в оперу, да и вообще в театр, считался событием торжественным. Ради этого из гардеробов доставались лучшие костюмы и платье, обувь начищалась до зеркального блеска. Но лакированных ботинок он не помнил, тем более в сочетании с тренировочными штанами. И это смесь запахов. Брррр! Мариинка, как же! Средоточие культурной жизни, культурной, чёрт побери, столицы! Спохватился. Что это я тут стою? Скатился с четвёртого этажа чуть не кубарем, прыгая через две ступеньки. Выскочил из подъезда. Задрал голову. Может, Лёля выглянет. Такое случалось, но сейчас третье справа окно, узкое, кухонное, было тёмным и безжизненным. Наверное, её сразу к домашним делам припахали. От чему-то плевать, конечно. А вот матушке вполне может приспичить, к примеру, перевесить занавески, а то как-то мрачно. И Лёля, улыбнувшись, примется за дело. Или пока Валентин там под дверью ароматы нюхал, она уже выглядывала и решила, что он ушёл, а он, видите ли, задумался. Жалко. Подъездная дверь внезапно загрохотала, распахнулась, бухнула по кирпичному косяку. Лёля выскочила на крылечко в резиновых туфельках-галошках, в которых бегала к мусорным пухто, в халатике, подскочила к нему, поцеловала, прижалась, тут же вывернулась и нырнула обратно в подъезд. Он постоял ещё немного, сгоняя с лица непрошенную улыбку, вспоминая анекдот, недавно слышанный от Дима. Если есть где и есть чем, но не с кем, это драма. Если есть где и есть с кем, но нечем, трагедия. А если есть с кем и есть чем, но негде, тут уже комедия. Действительно комедия. В штанах стало тесно, он прикрыл глаза, вспоминая горячее Лёлино тело под тонким халатиком, и голые коленки, и запах, запах. — Хватит, — одёрнул сам себя, — тебе ещё через полгорода топать. Вдобавок он взглянул на часы, ого-го, сколько натикало, короткий маршрут отменяется. Поглядел ещё раз, выгибая запястье, любовался. Часы были модные, недешёвые, он ими слегка гордился. Я вам не какой-то там нищий студентишка, я крутой паренёк. Часы достались почти случайно, как трофей с преферансного матча между Питерским универом и... Он уже не помнил, кто ещё участвовал в том поединке. Неофициальным, разумеется, но проводились такие встречи более-менее регулярно, и, что греха таить, позволяли вести вполне сносное существование. Разве может студент повести свою девушку на премьеру в Мариинку? А он вполне мог. Преферансистом Валентин был отличным. Память, умение быстро считать, и, да, чувствительность к запахам тоже выручала. Нередко он просто читал, если не мысли противников, то их эмоции. Страх, надежду, уныние. Одно дело, если человек перед третьими распасами благоухает спокойствием, и совсем другое, если сомнениями, что означает, у тебя есть шанс. Чует шансы и ловить их? Валентин умел. В конце концов, секрет любого успеха в чём бы то ни было умение принимать решения. И не только верные, но и вовремя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!